Может быть, нужно сказать несколько слов о предыстории создания этого фильма. Дело в том, что в 1974 году Латянович работал на молдавской студии. И он предложил этот сценарий руководству, но почему-то этот сценарий был отвергнут. И тогда он поехал в Москву. В Москве Леонид Григорьевич Мурса. Латян улетел в Москву. И Леонид Григорьевич Мурса, который был в то время директором экспериментального объединения, художественным руководителем которого был Григорий Чухрай, предложил этот сценарий объединению, экспериментальному объединению. И сценарий был принят и запущен на киностудии Мосфильм. Итак, съемки фильма «Табор уходит в небо» режиссера Эмилия Латяну, киностудия Мосфильм, был запущен в 1975 году. Дальше начались кинопробы. Я была уверена, что мне будет предложена вторая женская роль, не знаю почему. Я была настроена на это. Но Латяну вызвал меня на Мосфильм с тем, чтобы принять участие в кинопробах на героиню, на Раду. Пробы были очень серьезными, и пробы предполагали проигрывание таких сложных сцен с какими-то элементами уже характера и пластики цыганки. Меня вызывали три раза на Мосфильм, и претенденток на эту роль было огромное количество. И как я потом узнала, очень много известных актрис пробовалось на эту роль, и не актрис. Короче говоря, в конечном итоге я была утверждена на эту роль. Роль Забара была предложена сразу Грише Григорию. Все остальные, значит, и Боря Барандуков был утвержден сразу, и Иоанн Сандре Шкуря, который сыграл роль графа. Это как бы актерский ансамбль. А все остальное, то есть все групповка, массовка, это все подбиралось Эмилем Владимировичем по всему Советскому Союзу. Вот такие фактуры, очень яркие, запоминающиеся. Он искал в каждом будущем, даже не персонажи, а просто возникающее лицо на экране, такой харизм, чтобы это все запоминалось. А снимали мы в Карпатах, излюбленное место Эмиле Владимировича, городок Виноградово. Мы там жили, это на границе с Венгрией. А снимали мы на очень красивых полянах, которые выбирал Эмиль Латяну, натурные площадки. И у нас был совершенно потрясающий оператор Сергей Вронский, который снимал эту картину. Ну, что вам сказать про съемки? Натурная площадка, когда от этого абсолютно не защищен в смысле погодных условий. Но вот Эмиль Владимирович все время потом говорил, что Господь держал свою длань над нами, потому что все четыре месяца, которые продолжались, все четыре месяца, во время которых снимался фильм «Табор уходит в небо», были солнечными. Не было ни одного дождливого дня. И, конечно, я должна была в этом фильме дружить с лошадьми, потому что верховая езда, потому что какая цыганка не умеет сидеть верхом на лошади. Я должна была плавать, я должна была уметь танцевать, петь и просто быть свободной, вольной цыганкой в «Таборе». Все это вместе с Эмилем Латяну, вместе с моими замечательными партнерами, все это преодолевалось. Я могу вспомнить один из эпизодов съемки этого фильма. На экране это эпизод «Рада с цыганками» идет по улицам города, а потом граф Силади предлагает прокатиться на вот этой бричке. И «Рада с цыганками» садятся в эту бричку и катаются по городу. Мы эту сцену снимали в старых улочках города Вильнюса. Но, как всегда, было перекрыто движение для того, чтобы мы могли свободно снять эту сцену, чтобы не мешало движение, которое было на улице, которое нужно было пересечь. Пересечь вот этой брички, кадр так выстроен, что мы должны были пересечь по такой очень насыщенную дорожную артерию. И была милиция, которая с одной и с другой стороны все это перекрыла, попросили пешеходов тоже нам не мешать. И вот мы снимаем первый дубль, все замечательно, второй дубль. И нужно было снять третий дубль. Что-то Эмилию не понравилось. Вернее, он, может быть, хотел что-то улучшить. Короче говоря, вот третий дубль. И случайно один из наших, я уж не помню, кто то ли рабочий, то ли кто-то увидел, что там что-то с колесом, какие-то неполадки у этой брички. Просто там оно висело уже на каком-то одном гвозде. Ну, это все поправили, все замечательно. Можно было снимать. Мы садимся все в эту бричку. Команда мотор, камера начали. И я, значит, держу в вожжи. И играется сцена, когда граф Силади предлагает Раде остаться у него в имении. И мы пересекаем, мы практически уже должны пересечь вот эту артерию насыщенную, которая была перекрыта, и вдруг лошади перестают слушаться моей команды, поскольку я держу вожжи в своих руках. Левая лошадь рвет налево. У меня выскакивают из рук вожжи. И коляска просто... Ну, вот еще секунда. Это было на большой скорости, был очень резкий поворот. И коляска просто вот-вот-вот-вот-вот должна была перевернуться. Я успела, я выскочила в противоположную сторону, чтобы не, ну, как бы вот этот перекос не усугублять. Выскочила в противоположную сторону, а в коляске остались цыганки-девчонки из Силади. Ион Сандри Шкуря, который, он тоже человек в свое время деревенский, вот, и тоже знаком хорошо с лошадьми. Он выхватил, он схватил вожжи и пытался как-то утихомирить лошадей, но ничего не получалось, как потом выяснилось. И коляска остановилась, уткнувшись дышлом в какое-то огромное дерево. Слава богу, никто не пострадал, и все остались живы-здоровы. И я отделалась легкими царапинами. Такой был неприятный момент. Я упала на люк, на котором было выгравировано, что на этом самом месте несколько лет назад погиб оператор вильнюсской студии. Вот такая жуткая совершенно история, но вот роковой третий дубль, который обычно, вот, роковым бывает почему-то, третий дубль, непонятно почему. На экране все это очень красиво, а когда снимали сцену, когда Рада останавливает лошадей, вот в этом взгляде нужно было сыграть, чтобы зрители поверили, что вот эта девушка, цыганка Рада действительно может остановить лошадей. Я помню, когда мы сняли этот крупный план, и режиссер Эмиль Латянов попросил меня сыграть еще один дубль. Я помню, что я просто опустилась перед камерой и села просто на мостовую, и больше ничего не могла сыграть. Потому что вот этот энергетический такой мой потенциал, который был у меня в тот момент, ушел на вот этот взгляд, после которого всегда во время творческих встреч меня спрашивали. Скажите, а вот как вы остановили лошадей? Вот так и остановила. Знаете, у этого фильма был грандиозный успех. Во-первых, в 1976 году, когда этот фильм был готов, он представлял, то есть фильм «Табор ухода в небо» представлял советское киноискусство. Советское киноискусство, повторяю, потому что в те времена была советская власть, мы жили в другой стране, мы все вместе с вами. Значит, фильм «Табор ухода в небо» представлял советское киноискусство на международном кинофестивале в Испании, в городе Сан-Себастьяне. И были такие времена, когда, к сожалению, не всех выпускали за границу, и были проблемы, и вот Эмиль Латян, к сожалению, и к величайшему стыду на сегодняшний день, к стыду нашего тогдашнего строя, который был, его не выпустили за границу. И фильм на этом фестивале представляла я. Я, помню, я сидела в первом ряду, вот такой очень красивый дворец фестивальный, и полный зрителей, и все, в общем, для меня это был первый международный кинофестиваль, на котором я была. И вообще было все в диковинку, огромные плакаты рекламные. И это сейчас для нас все это нормально, а тогда для моего глаза, конечно, все это было совершенно невероятно. И вот с переводчиком, конечно, с представителями нашего советского посольства, вот, ну и объявляют, вручают, идет закрытие фестиваля. И вдруг, значит, меня переводчик с одной стороны и представитель посольства у нас с другой стороны толкают, и говорят, иди, иди. И я даже не поняла, значит, иди на сцену, иди на сцену, ты слышишь, объявили, иди. И буквально вытолкнули меня, я на сцену, я вышла на сцену, блики фотоаппаратов, вручают главный приз кинофестиваля Сан-Себастьянского, большую золотую раковину. И вот эта большая золотая раковина, которую я держала в руках, в вспышках сотен камер, фото и видео. И в этот момент, конечно, осознание всего этого пришло потом, через какое-то время, когда я села уже на свое место, когда я могла рассмотреть эту раковину. Мне было ужасно больно, что не было рядом со мной Эмилия Латяну, не было Гриша Григорио, тех, которые делали этот фильм, потому что это была наша общая награда Гран-при Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Советский фильм в 1976 году, это был наш фильм, фильм «Табор уходит в небо». После этого фильм купило 120 с лишним стран мира. Купили эту картину, и для советского фильма это была невероятная цифра. И я с этим фильмом объездила весь мир. Я была на всех континентах земного шара. У меня 47 стран, в которых я была, представляя этот фильм, проводя премьеры, и представляя и наш фильм, и советскую кинематографию во многих-многих странах мира. И, конечно, моя Рада, она живет сегодня своей самостоятельной жизнью. Я безумно счастлива, что я снялась в этой роли, и что режиссер Эмиль Латяну поверил в меня, подарив мне такую потрясающую роль. Продолжение следует... Продолжение следует...